Всем привет! Всем привет! Это рядовой спиннинист. Хочу такой вот снять и показать видео обзорчик плавучести воблеров. Те, что у меня есть. Итак, начнем. Начну по порядку своей коробочки. Вот первый Strike Pro Montero 130. Вот такой воблер. Очень уловистый. Классный воблер. Это один из моих любимчиков в моей коробочке. Поехали. Тут использую скрутка 15 см. Покупная скрутка. Толщину я не знаю. Где-то, по-моему, 0,2. Ну, могу ошибаться. Поехали. Вот видим. Медленно всплывает. Но, возможно, на нем есть еще пузырьки воздуха. Вот такой воблер. Медленно всплывает. Если сделать скруточку, если, ну, как бы, я хочу перейти на скруточку 20 см, я думаю, будет суспендер. Более чем уверен. Ну, классный воблер. То, что надо. Такс, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше я буду без скрутки показывать. Ну, чтобы быстрее. Вот такой воблер. Ну, он в этом году мне принес трофей на 2 300. Для кого-то, может, это и не трофей вообще. Ну, нормально. Учитывая то, что я начал твичингом заниматься уже в конце осени. Ну, в конце осени уже, как бы, вплотную, да, в октябре, ну, в октябре, да, да, пожалуй, в октябре я начал заниматься твичингом. Вот такой воблерок. Вот так сначала раз всплывает. Сейчас шарики наперед. Вот такой воблер. Ну, всплывает быстрее, чем скруткой. Ну, я думаю, со скруткой будет точно так же, как и первый. Мне вообще роллинг классный. Ну, воблера, Strike Pro, классные воблера. Я с них начинал. Вот следующий воблер. Вот такой. Вот такой воблер. Монтера 130. Тоже щук ловит. Вот такое положение занимает воде. Ну, видите, тоже, да? Всплывает медленно. Ну, всплывает. Со скруткой. Думаю, тоже будет. Ну, медленнее всплывать. А с 20-й, 20 сантиметров скруткой, возможно, будет суспендер. Ну, то есть, можно добиться, сделать из него суспендер. Поехали дальше. Вот этот воблер. Тоже Монтера 130. Тоже очень уловист. Ловит щуку. Хорошо. Тоже нормальный воблер. Одинаковые плавучести. Дальше поехали. Вот такой воблер. Он такой в темноте светится. Фосфорный. Тоже щук ловит. Если честно, не ожидал. Ну, ловит. Ну, он, по-моему, тонет у меня. Ага. Вот он тонущий. Тонущий. Вот такой. Ну, тут пластмасса чувствуется такая, как бы, более твердая. Хрупкая, наверное. Он тонет. Даже, можно сказать, быстро. Но, щук ловит. Так, дальше поехали. Дальше. Вот такой у меня воблер. Усами Эбису. Ну, тут 19 грамм. Вес его. 1,8 заглубления. Ну, он плавающий. Был. А он есть. Ну, он чуть быстрее всплывает от Монтера. Тоже воблер хороший. Ловит. Приносил мне щук. Ну, со скрутой он тоже так медленнее. Ну, всплывает быстрее, чем у Страйк Про. Вот такой китайский копия Орбит. Тоже щук мне приносил. Ну, тоже покупкой доволен. Но он тонет. Он тонет жопой вниз. Вот так. Вот. Тут магнитная система. Вот такой. Так. Поехали дальше. Ну, это недавно мне пришли. Дешевые. Я там недавно видео снимал. Вот такие мои мегабасики. Вот смотрим. Вот он и тонут. Но я думаю поменять крючочки на более полегче. Ну, со скрутой все равно будет тонуть. Ну, нормальный воблер будет работать. Так. Поехали дальше. Вот еще один такой вот мегабасик. Тонет. Тонет там шар в головной части. Он такой крупный. Если бы чуть-чуть, конечно, поменьше, это было бы нормально. Вот его сейчас шарики заброса в заднюю часть. Если так. Ну, видно, да? Такой. Нормальный. Для меня нормальное состояние. Это плавучесть и нормальность. Так. Ну, вот это из новых уже. Такой вот монтера. Такой расцветки. Смотрим. Раз. Медленно всплывает. Тоже со скруточкой. Будет похоже, что-то на сискендер. Так. Ну, вот. Ну, от тайгера такой. Тоже это из новых. Я раз его бросал только. И то уже был лед так. Ради интереса. Этот тонет, медленно тонет. Со скруткой, понятно, быстрее. Ну, все равно нормально. Такой, как бы, в арсенале тоже нужен. Нужны в арсенале вообще разные. Разной плавучести. Вот этот у меня. Тоже монтера. Тоже вот такой вот. Проверяем. Так, что у нас. Вот. Этот медленно тонет. Медленно тонет. Со скруточкой, возможно, быть. Ну, невозможно, а быстрее. Поехали дальше. В таком цвете. Тоже щук приносил мне. Хороший воблер. Тонет. Медленно тонет. Нормально. Все идет. Все идет. Так. Ну, вот этот дальше пошли. Цуеки, астролог. 115. Ух ты. Вот такой. Вот такой. Цуеки. Астролог. Смотрим. Медленно всплывает. Хороший воблер. Далеко летит. За горизонт. Ролин у него такой. Под нурой скейт. Ну, классный. Мне понравился. Но еще я его не обловил. Дальше. Цуеки. Вот от Цуеки Мовер 128. Вот в такой расцветке. Полетные его качества не очень мне понравилось. Он летит как бы за счет своего веса. Так, ну, он крутится. Смотрим. Вот. Интересно его попробовать со скруткой. Сейчас попробуем. Раз. Два. Медленно-медленно тонется с скруткой. Нормально. Пойдет. Так. Ага. Вот еще. Вот еще такой Цуеки. Драга. МР. СП-130. Вот такая у него лопатка. Большая. Посмотрим. Всплывает. Но опять же со скруткой. Будет нормально. Первая коробочка есть. Поехали вторая. Вот такой мегабасик. Тоже тонет, да? Быстро тонет. Беркинг. Беркинг. Вот такой мегабасик. Вот такой мегабасик. Рудра. Джеркбайк. Про. Смотрим. Всплывает. Со скруткой будет медленнее. Не оригинал, конечно. Но. Я думаю, что-то-то поймает. Смотрим дальше. Вот такой. Вот Беркинг. Расцветка. Вот такая. Кислотный лимонник. Такой. Смотрим. Ну, этот медленнее всплывает, наверное, чуть-чуть. Плавающий вариант. Дальше. Вот такой. Беркинг. Оп. Этот вообще медленнее и со скруткой, наверное, будет тонуть. Вот сейчас он, наверное, и суспендер, да? Ну, да. Прикол. Поехали дальше. Ага, дальше вот этой коробочке. Поехали. Цуёки. Цуёки флирт. 128. СП. Так. А ты нам что покажешь? Всплываешь, да? Да. Медленно всплывает. Ну, давайте уже его попробуем со скруткой. Всё-таки копия на Макс Кват. Со скруточкой тонет. Медленно тонет. Посмотрим, как на поле боя будет вот такой вот. Цуёки. Флирт. Смотрим. Ну, этот тонет. Тонет и так. Нормально. Со скруткой быстрее будет. Вот ещё один цуёки флирт. Всё вам известно. Видео было. Вот такой вот. Плавающий. Всплывает дальше. Вот Цуёки Драга. 130 СП. Смотрим на его возможности. Плавающий. Видите. Со скруткой медленнее будет всплывать. Сведем дальше. Видим дальше. Вот такая Рудра от Беркинг. Такой медовой расцветки. Как её уже в интернете называют. Смотрим. Плавающий вариант. Ну, на моё мнение, плавающий вариант лучше, чем тонущий. С плавающего можно сделать тонущий. Либо приближённый к суспендеру. А тонущий, ну, уже, я не знаю. Поставить поменьше крючки. А смысл? Вот такой вот. Воблер. Ну, тонет. Тонет не быстро. Нормально. Так, копия Реализ. 120. Так, что ты нам покажешь? Тонущий, наверное. Да, тонущий. Ну, видите, медленно тонущий. Тут крючки морской серии тяжёлые. Если заменить, будет всплывать. Вот такой. Реализ. 120-й тоже. Тоже тонущий. Можно сыграть тоже на крючочках. Ещё один Реализ. Вот такой вот. Прикольные. Беркина делает. Вот. Да, со скруткой будет тонуть. Ну, а сейчас такой. Медленно-медленно всплывающий. Чего, нормально. Дальше. Вот ещё одна копия на Рудрю. В такой расцветке. Но этот у меня появился пораньше. Ещё не разловлен. Но я же говорю, начал твичингом заниматься уже поздно. В конце сезона. Не успел разловить. Смотрим, что он нам покажет. Ну, тоже, видите, медленно всплывает. Скруткой будет тонуть. Меня устраивает нормально. Устроит ищу. Более чем уверен. И вот и такой ещё. Мегабасик. Точнее, копия. В антенн плюс один. Смотрим. Всплывает. Всплывает он. Ну, я думал ему поставить крючки морской серии. Но... Как бы не спешу пока месь. Пока месь на... Ну, уже на водоёме посмотрю, как он будет... Как всё будет, дело обстоят. Тогда и... Ну, сделаю. Ну, решу. Менять, не менять. Может, он меня и так устроит. Вот такой. Так, ну... Всё, все... Все те воблера, что у меня есть, я проверил. Всё. Всем спасибо за просмотр. И до встречи. И подписывайтесь, пожалуйста. Если кому нравится. Лайки ставьте. Ну, всё. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok